Чтобы быть счастливым, многого не нужно. Семья, уютный дом и работа, приносящая радость. У Максима Зарапина это все есть. Столярная мастерская для него стала местом силы и вдохновения. Мы находимся у меня дома, если более детально, то в гараже. В общем-то, это идеальная ситуация, потому что не надо снимать помещение в наемы, давать все деньги туда. Я могу спуститься со второго этажа и приступить сразу к работе. Стройка, ремонт, сборка мебели, работа с инженерными программами. Вся эта деятельность присутствовала в жизни Максима в прошлом, и она стала хорошим подспорьем в его настоящем. Сделать шаг к мечте оказалось не так-то просто. Он четыре раза подавал документы на социальный контракт. Вера в себя и упорство привели его к достижению цели. У меня, наверное, какая-то психологическая защита. Чем больше я встречаю сопротивление, тем больше мне хочется победить. А во-вторых, я сам по себе человек творческий, и я бы никогда не подумал до того, как начал этим заниматься, что мебель – это максимально творческое производство, где можно натурально сделать практически все. И основная, конечно, причина в том, что материалы стандартные, но изготавливать из них можно совершенно разные проекты. И, соответственно, это побуждает различные творческие мысли, и не хочется останавливаться. Потому что когда ты во все это погружаешься в фурнитуру, в производители, в возможности, ты четко понимаешь, что, как Пиловисоцкий, удивительно рядом, но оно запрещено. На центральной стене расположились инструменты, без которых не обходится ни один трудовой день. Мастер по производству мебели – это в первую очередь различные линейки, угольники, карандаши и все проще. Без этого вообще никуда. Казалось бы, мы живем в век, когда уже все сделано компьютером. Нет. Нет. Линейка и карандаш – это твои друзья навек. Для вдумчивого обращения с деревом требуется хороший инструмент. И здесь дело не в количестве, а в его качестве. Так, в мастерской Максима есть совершенно уникальные экземпляры, аналогов которых в мире просто нет. В производстве мебели нужно унифицировать все размеры. Унифицировать все размеры ручками не получится. Тебе нужно какой-то инструмент. И наши умельцы придумали, сделали многоразовые втулочки, через которые ты непосредственно берешь деталь и делаешь отверстие. И все размеры получаются строго точные. То есть вот эта первая дырочка 37, дальше идет 32. И у тебя нет шансов ошибиться. То есть эффект человеческий, он в принципе исключен. То есть тебе нужно только брать чертеж и смотреть, где эти дырочки делают. На первый взгляд может показаться, что профессия столяр проста и не требует каких-либо знаний. Но это не так. Максим знает свойства каждого вида древесины и может подобрать именно тот вид, который требуется под поставленную задачу. К тому же это еще и творческая профессия, ведь нужно уметь самостоятельно придумывать эскизы. Нужно видеть вещи в трех измерениях. Для этого необходимо быть внимательным к деталям, чтобы создавать высококачественные изделия. Что классно, можно посмотреть, как это все будет выглядеть уже непосредственно в самом объекте. Да, это не полноценный 3D-рендер, не полноценная 3D-модель, но для определения непосредственно, для разметки это просто замечательная возможность. Кстати, программа тоже русская, что особенно радует. Спрос на качественную мебель и изделия из дерева всегда существует, и Максиму не приходится сидеть на месте. Он изучает все тонкости данного вида деятельности и точно знает, что дорогу оселят идущие. Главное – не сворачивать с намеченного пути. Елена Хромова, Александр Чекмарев, Ольга Кириллова. Область новостей.